А из нашего окошка видно ПТУ немножко. Сейчас попробую приблизить. Фокус, фокус, фокус. Ну, вообще, вот, ребята, ПТУ номер 19 выглядывает. Так, ну всем привет. У нас сегодня такой будет необычный формат. Как видите, на улице зима, снега, морозы. Ну, как бы погодка совсем не для велосипеда. Хотя сегодня я с работы возвращался. Вот такая у нас красавица. Буквально пару дней назад мы ее поставили с моей любимой женой под елочкой. У нас два жителя. Дед Мороз и Снегурочка. Ну, знаете, хоть Дед Мороз и Снегурочка хоть похожи на так они должны быть. Потому что в основном Снегурочка выше Деда Мороза. А тут вот видно, что внучка. А это видно, что Дед Мороз. Красота. А я вверх ногами. Так, что я хотел сказать. У нас сегодня такой будет такой форматик необычный. Необычный формат, как для моего канала. В основном там у меня покатушки и все такое. Но сегодня у нас будет видео вот про вот этот вот ящик. Мы его открываем и смотрим, что там. А тут, если честно, очень много всего интересного. Ну, это мой ящик. Я сюда уже не знаю, в течение, наверное, четырех или пяти лет сильно не заглядывал. Так, что-то сбрасывалось. Вот вот платежки за свет, за газ. В общем, так, что сверху беру. А снизу там уже залежи. Ну, я так думаю, бывший телефон жены. Вот. И хочу вместе с вами сегодня навести здесь порядок. Я думаю, тут много чего интересного есть. И такого ностальгического даже, скажем так. Так что, кто хочет обо мне в очередной раз узнать немножко больше, то смотрите, продолжайте смотреть. Ну, кто нет, то переходите на мои видео по катушек по Матеевте. Видите, большинство ради этого на меня и подписались. Я так думаю. Так, сейчас я камеру закреплю так, чтобы не было вот типа вот такого вот, да. Как-нибудь закрепим. Будем, будем, будем изучать. Смотреть. Да что тут только чего тут только нет. Ёлки-палки. Какие-то, это понятно, это какая-то реклама. О, все падает, все валится с рук. Одной рукой, конечно, неудобно. Она это с парка Тайган. С Крыма. Карта, чтобы не заблудиться там. Это где-то года четыре назад мы там были. Ну, когда в первый раз были, то по ней ходили. Ладненько, сейчас включимся с другого ракурса. Так, ну, вроде как, вроде как установил. Ну, не знаю, как мне удобно, неудобно. Ну, чтобы было вам и видно, и меня более-менее слышно. Вот, нашел тоже. В этом же ящике, 19-го года, два билетика в Крым. Две тысячи. В принципе, цена такая осталась. Две тысячи. Даже в 2021 году, когда мы ездили в Крым, летом, тоже две тысячи платили. История. Два года, а тем не менее. Ну, это у нас, как я уже показывал, брошюрка про парк Тайган. Кто о нем не слышал или не знает, то, пожалуйста, заходите в интернет, вводите парк Тайган, Крым. Ну, все узнаете. Интересное место. Достопримечательность Крыма. Ну, это старый телефон жены, как я уже говорил. Мы его пока в сторонку отваживаем. Текс. Начинаем потрошить ящик. Карты. Не помню, тоже, мои родные подарили их, когда мы были в Крыму. Интересные карты с крымскими сюжетами. Новенькие. Еще никто ни разу в них не играл. Придется ли? Вообще, я люблю поиграть в дурачка, но как-то нестим больше никто не любит. Пока в сторонку отваживаем. Ну, тут, как я уже говорил, платежки, свет, газ, вода. Это у нас какие-то зубочистки. Что они у меня делают в ящике, это я не знаю. Это что-то у нас, это что-то у нас, непонятно что. Сейчас достанем, да узнаем. Ага, это крепление. Крепление к камере. К моей экшн-камере, толкный рюкзак. Защелка, я ни разу и не пользовался. Не приходилось, может быть, еще и... Ну, и это всякие штучки тоже крепятся к чему-то. Потому что этих аксессуаров уйма. Ну, я как бы сильно ими не пользуюсь. У меня вот одна стандартная. Это на грудной держатель. Да и все. Радусник. Конечно. Где же мы еще быть, как не в моем ящике? Тут какая-то брошюрка. На библейскую тему. Я же говорю, сейчас мы тут понаходим такого. Ручки, куча ручек. Какие-то провода. С-под компьютера. Так, ага, вот это я так понимаю. Вспоминаю, понимаю. Монеты. Украинские монеты. Одна гривня. В общем, у меня их тут достаточно. И 50 копеек есть. 96-й, 96-й. А, да-да-да-да-да, я помню. Ну, давненько я их доставал. 96-й. У меня штук 5 или 6 штук одна гривня 96-го года. И столько же, где-то, примерно, а может, чуть меньше. Вот, 95-й год. А не редко. Какая-то из них или 96-й, 95-й, точно не помню. Надо глянуть в интернете. Тираж 90 тысяч всего. Или 90, или того меньше. То есть, она на данный момент, или когда я смотрел, это где-то в 18-м году я смотрел ее цену. Одна гривна 95-го года или 96-го, не помню. 200 гривен стоила. Сейчас, наверное, дороже. Вот у меня их или 4, или 5 штук есть. Тут и юбилейные в отдельном. Вот, интересно, я как-то о них уже и забыл. Вот так и бывает. Завалялись. Что-то фокус не хочет настраиваться. Может, чуть дальше надо. О, 65 лет победы. Тут у нас Евро 2012. 60 лет победы. И что-то еще. Тоже 60 лет. Тут у меня какие-то и старые монеты. Даже не могу год расследить. Ой-ой-ой. Все падает, все валится. Ну вот, одна копейка 1987 год. 10 копеек 1982 год. Это я раньше хотел нумизматикой заняться. Я этого потихонечку собирал. 10 копеек 1970 года. Ну и так, это увлечение у меня в принципе не получилось. Одна копейка 1974 год. Маленькая такая. монеты монетами. Монеты монетами. Ну и кто-то вот, видите, потеките сколько. Это держатель на камеру, я ни разу не пользовался. Вот так взял, камеру сюда прикрутил и пошел снимать сюжеты. Может быть еще когда-нибудь буду пользоваться. Это вот мой телефон старый. Я уже забыл, как он выглядит. Я помню, на нем еще фильмы смотрел. Нотия. Ну, модель. Уже не помню. Ну, Нотия. Какая-то там. Но почти постирались. Но он рабочий. В рабочем состоянии. Через лет 40 продадим за большие деньги. Это у нас зарядка на, как раз-таки, на этот фотоаппарат, который сейчас снимает. Это что-то непонятное. Какой-то стеклянный шарик. Помнится, наверное, года 3 или 4, зато больше. Я его нашел. Вот реально он стеклянный. Идеально обработанный. Это или детали от чего-то, или кто-то вытаскивает. Закачивал. Не знаю. Такое что-то инопланетянное. Как мне тогда показалось. Вот он у меня валяется уже в этом ящике. Ого, Господи. Ну, опять-таки куча ручек. Мой рабочий инструмент. Опять-таки еще что-то из проводов. Это у нас что в патетике? Какой-то камень. Сейчас достанем, будем вспоминать. Будем вспоминать. Ага, понятно. Это лет, наверное, 15 назад. На Белой Скале в Крыму я нашел этот камень. И вот видите. И вот получается чешуя какого-то древнего животного. Ну, рыбы, наверное. Вот тут прям видно, я не знаю, фокус сбивается. Ближе. Не хочет. Ну, если так видно. Видно, что это или кожа, или... Ну, чешуя, скорее всего. То есть, вы можете представить, да, сколько? Может быть, даже миллионов лет. Этому всему делу. Палеонтология тоже такая интересная наука. Я увлекался. Ну, она сопутствующая наука археологии. А так я археологией увлекался. Я уже об этом говорил. Тут какие-то записи. Опять провода. Это неинтересно. Дальше, что у нас тут еще есть. Опять платежки. Право на оформление удостоверения, сколько я не знаю. Это, получается, информация. Когда я подавал, видно жительство. Это уже не столь интересно. Десяти. Которые, как бы, уже нам не нужны. Ну, вот у меня их тут, не знаю, наверное, штук 15. DVD-R. 4,7 ГБ памяти. Наверное, я ими уже никогда не воспользуюсь. Это уже история. Тут какой-то от Vodafone. Упаковка. Бумажки. Бумажки. От велосипеда. Оторвался, поломался. Я вот в ящик бросил. Выходят три назад, наверное. Да не, меньше. Это года полтора назад. Тут старый чехол в жены от телефона. Там, в принципе, ничего интересного в середине. Таблетка. Как это называется. Даже название. Нет, не вижу. Тут переходничок. Что? Что оно у меня делает? Опять переходничок. Еще одна гривня. Валяется. Бесхозная. Надо ее положить в общий котел. Тут какая-то кнопка от чего-то там. Даже я не знаю от чего. Снова проводок. Снова ручка. Ага. Все. Вот прочитал. В солнечной системе четыре внутренних и четыре внешних планеты. К внутренним относятся Земля, Марс, Венера, Меркурий. Это я просвещался в свое время. И прям записи делал. Но это... Сейчас скажу даже. Какой год? Это, наверное, 2008 или 2007. А может и того раньше. Я про каждую планету что-то писал. Что там она значит? Когда? Куда? В общем, астрономия тоже как-то одно время очень сильно был увлечен. Да уж. Как быстро время пролетело. Тут у нас опять платежки. Сверху нас вода. Опять платежки. Помнится, мама моя мне писала когда у кого день рождения. Чтобы я вдруг не забыл. Потому что чем дальше, тем как-то больше проблем и что-то вылетает с головы. И вот, где Вася, Паша, Золя, Ксения. вам эти люди, конечно, ничего не говорят. Но это все мои любимые родственники. Оля, Коля, Сережа, братья, сестры, дяди, тети, племянники, племянницы. Это делать. Мама, тебе привет. Я знаю, что она смотрит в Крыму. Не только маме привет, всем привет. А то сейчас скажет, маме передал, а больше никому. Всем крымчанам привет. Кто меня смотрит. Ну, тут у нас такая вот штучка. Не знаю, сколько здесь гигабайт. Один гигабайт. Представляете, как было это раньше много. Сейчас это уже ничего. Это что-то непонятное. как оно открыло. вот так открывается. Калькулятор. Еще и работает. И ручка. Удобная штука. Но это точно не моя. Это, наверное, жены. Это от 10-ой. Не знаю, что это. Ключи какие-то. А чего никогда они у меня появились здесь? переходник очередной. Бумажка. Это, наверное, от чего она может быть? Чего-то деталь. От чего только не знаю. Компас. Это я помню. рабочий. Такая вот хорошая штучка. Поставил. И сразу понял, где ты, что ты. Тоже, откуда он у меня появился, не скажу. Не знаю. ручка. Ручка. Да, сейчас, конечно, я все поглажу и постираю. Вот что, постираю. Помою. Сразу говорю, все идет без монтажа. Что говорю, то все идет в запись. Модель. Карты памяти разные. Вставляются. Ремешок Canon от этого же фотоаппарата, который сейчас снимает. Опять-таки. Раньше я с ним постоянно ездил. потом как-то неудобно стало. Я его снял. Это валяется. Он здесь уже опять куча ручек, карандашей. Можно уже какие-то инструкции всякие. еще монетка. 3 копейки 1979 год. Помню, в свое время я каждую дату мониторил, смотрел. Может быть, какая-то ценная. Но нет. Все. Все такие обычные монеты, которые в принципе ничего не стоят. Единственное, что у меня гривна есть, которая что-то еще стоит. Мышка. Старая мышка. Даже не знаю, работает. Нет, надо будет проверить. Если нет, то выбросить, да и все. Что она будет воняться. Это мышка. Тут у нас партбэнка упаковка. Это вообще историческая вещь. Кто помнит, вот так будет правильно. Электроника. Волк яйца собирает. Она должна быть в рабочем состоянии. Батарейки только купить. сейчас расскажу у нас какой-то год. 1991 год. Где мои 6 лет? Остались в этом году, в 1991. Игра, электроника. Тогда цена в рублях не написана. В общем, кто помнит, ставьте палец вверх. Я помните заигрывался в эту игра А, игра Б, время. Ой, надо, короче, купить батарейки будет и поиграться в свои 36 лет. Будем нанять маркера и замочек. Вот общество борьбы с резвостью. Кому выдавалось, не мне. Павленко Наталья Юрьевна. Член общества борьбы с трезвостью. Нормально. Кто бы мог подумать. Какая-то подставочка непонятная. От наушников, беспроводных наушников, коробка. Тут какого-то кольца. Я вообще не могу понять, откуда это все у меня. Джинс, кто помнит. Колесик. еще монетка нашлась. 20 копеек 1986 год. Буквально совсем недавно. Ну и наверное все что ли. Это все что осталось. Куча ручек, бумажек каких-то. Сейчас я это все вытрушу, его помою. И все что мне надо я оставлю. А все что не надо пойдет в утиль. вот такой штучки стоял фотоаппарат. Конечно она не предназначена, но хоть что-то. Но вот это вообще забыл как-то. Потому что она уже лежит в этом ящике очень очень давно. По сути если разобраться то много лишнего. Я думаю вы со мной согласны. Очень много того чего не надо. вот мы его и оставим. Это те вещи которые достойзируют типа вот такого. Крым, Тайган, лето, отпуск. Как же такое не любить. Ну что на этом я буду заканчивать. Вот такое у нас видео получилось. Немножко подзатянуто. Я делить на две части не буду. Так все и выпущу. Тут кстати смотрю канальчик. Ну как смотрю иногда послушиваю. Сейчас я его включу попытаюсь по крайней мере мышку заложил. так мусором. Вот он вроде как Щепельняет жестко Но вот так вот поет Песни играет и поет Ну а тот его Ударник скажем так Ну четко молодец Без комплексов парень Кочегар кстати Ладно Все друзья давайте Всем пока Спасибо что смотрели Кому было интересно покопаться в этом ящике Вместе со мной Ну не знаю посмотрим Завтра может быть получится Выехать в Донецк Немножко по Донецку погулять Поснимаю для вас Последнее наверное видео 21 года Потому что на носу У нас что А на носу у нас 21 Потому что на носу у нас 22 год Год Тигра И вот еще один тигр лежит Да Хорошо тебе Конечно На улице дубак На улице дубак Это бублик Бублик Наш хороший кот Мурчит Ой как мурчит Поздоровайся со зрителями Молодой котик Все друзья Всем пока До новых встреч Спасибо что были со мной Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok